В этом уроке мы сосредоточимся на видимом диапазоне спектра. Он располагается между инфракрасным и ультрафиолетовым. Частоты длины волн вы видите на экране. Название соседних диапазонов подсказывает нам крайние цвета спектра видимого излучения. А как расположены промежуточные, мы помним с детства по последовательности цветов в радуге. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Радуга – это природное явление, когда мы видим разложение солнечного света в спектр. Разумеется, человек тоже интересовался, как можно обуздать свет и цвет, как получить нужный оттенок и как измерить уже полученный. Несмотря на то, что художники умели получать и смешивать цвета с незапамятных времен, на научную основу работа с цветом была поставлена сравнительно недавно, в 17 веке. До этого о цвете рассуждали более философски. Например, авторитетной для своего времени была теория Аристотеля и некоторые более поздние теории. В постановке работы с цветом на научные по нашим представлениям рельсы преуспели пресловутые британские ученые. Вы их, безусловно, знаете еще со школы, и первым здесь стоит вспомнить Исаака Ньютона. В 1672 году Ньютон провел опыт с разложением солнечного света на составляющие цвета при помощи стеклянной призмы. Как позже выяснилось, разложение белого света в спектр при помощи призмы – это проявление дисперсии волн. Есть три связанные характеристики волны. Частота, пропорциональная ей энергия излучения и обратно пропорциональная им длина волны. В разных средах свет имеет разную скорость прохождения. От этого на границе сред меняется показатель преломления, причем он зависит от длины волны. Это и приводит к тому, что на разных частотах волны преломляются по-разному. То есть луч распадается на составляющие его частоты. Короткие волны загибаются быстрее. Таким образом, пропустив солнечный свет через призму, удалось показать, что он состоит из волн разной длины. Цвета при пропускании через призму разложились в том же порядке, что и в радуге, поэтому спектральные цвета также называют радужными. Красный цвет имеет наименьшую частоту и наибольшую длину волны. Фиолетовый – наибольшую частоту и наименьшую длину волны. Здесь нужно добавить, что Ньютон положил начало научному исследованию цвета, но до современного понимания эту область довели после него.